Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами поговорим о том, как получить крупные и сочные плоды со своих деревьев. Не секрет, что успех любого садовода зависит от того, как хорошо вы подкормили их, как хорошо вы защитили их от болезней и вредителей. Но есть еще один важный момент, упустив который, вы останетесь без хорошего урожая. И секрет этот прост. Это грамотный, обильный полив. И здесь нужно знать несколько очень важных нюансов. Первое. Воды должно быть столько, полито под дерево, чтобы она достигла зоны корнеобитания. А эта зона располагается до глубины метр, а у старых возрастных деревьев и до полутора метра. Второе. Если ваш сад находится под задернением, вы должны увеличить норму полива как минимум в полтора раза, потому что изрядную часть этой воды заберет газон, заберут травы. Как сделать, чтобы вода попала именно к корням ваших плодовых деревьев, а не досталась сорнякам или вашему газону? Для этого вам на помощь может прийти следующий прием. Первое. Это борозды. Обкапывая свои деревья на глубину 15-20 сантиметров, создавая такие борозды вокруг ствола в зоне приствольного круга, мы создаем специальные канавки, поливая которые, мы доставляем воду именно туда, куда растениям нужно. И второй прием. Это протыкание. Согласитесь, если ваш сад находится под задернением, с красивым газоном, вряд ли садовод согласится перекапывать его даже ради хорошего урожая. И здесь вам поможет хороший лом. Как говорится, против лома нет приема. Так в чем же его задача? Продырявливая газон на глубину 15-20 сантиметров при помощи лома, прочной арматуры, мы создаем такое решето, такие каналы, отверстия, по которым поливная вода попадет именно туда, куда нужно. И, наконец, самый важный секрет. Сколько воды нужно каждому дереву? И здесь главное знать возраст дерева и почву, на которой ваше дерево растет. Почвы песчаные, супесчаные, легкие промачиваются водой очень быстро и требуют для вегетационного полива, для полива, который восполняет потребности дерева на рост и развитие плодов, воды меньше из расчета на 1 метр квадратный. Если же почвы у вас тяжелые, то норма поливной воды, соответственно, вырастает в 2-2,5 раза. Например, если у нас почвы супесчаные, легкие, нам на метр квадратный понадобится от 40 до 60 литров воды. Если же почвы тяжелые, то до 80-120 литров. И здесь многие из вас скажут, как я вылью столько воды одновременно под дерево? Оно же растечется, и здесь не помогут даже ваши дырки, отверстия и борозды. Самое главное – проводить полив в несколько приемов. Вы выливаете часть воды, и следующую часть вы выливаете под дерево только тогда, когда впитается предыдущее. Разбейте эту норму на 3-4 части. В таком случае вода постепенно уйдет туда, куда нужно, а не растечется тонким слоем по всему саду. Так сколько же воды нужно каждому дереву? Молодому дереву, например, которое посажено совершенно недавно, при посадке мы вносим 2-3 ведра воды, а тому, которое уже укоренилось, понадобится 30-40 литров воды на одно деревце. Когда же мы имеем с вами в виду вот такое большое дерево, допустим, растущее на средней суглинистой почве, то есть не очень тяжелой, ей понадобится, этой груши, приблизительно 80-90 литров воды. Так как часто нужно поливать наши деревья? Кто-то скажет, я буду поливать каждую неделю, кто-то каждый месяц. Но на самом деле здесь мы ориентируемся на то количество осадков, которое выпадает в вашей местности. Обычно в зоне умеренного климата достаточно одного-двух таких обильных поливов за сезон, именно в период формирования и налива завязи, налива плодов. Чем южнее, чем меньше осадков выпадает, тем больше поливов должны вы проводить. И, наконец, в южной зоне плодоводства количество поливов за сушливые годы может доходить до 5-6 за сезон. Поливайте свои сады вовремя, тогда, когда это наиболее актуально, когда идет налив плодов, когда они напитываются соком. Поливайте правильно, поливайте обильно, поливайте вовремя. И поверьте, ваши растения отблагодарят вас урожаем сочных, по-настоящему сочных и крупных плодов. Процветания вам и вашему саду! До новых встреч на нашем канале!